Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исаии, 48 глава. Начинается она с призыва к дому Якова Израиль — это Яков, Яков — это Израиль К дому Якова — слушать то, что Господь говорит через своего пророка И большая часть содержания этой главы — это такая инвектива, строгий выговор Казалось бы, суровый тон вроде бы контрастируется с общим тоном Вот этого второго раздела книги Исаии Раздела, который называют иногда книгой «Утешение» Главы с 40 по 55 включительно Называют также второ Исаии Основной тон — он утешительный, он мирный тон А вот здесь тон обличительный, суровый Поэтому у второ Исаии, во втором разделе Исаии Есть не только пророчество утешительное, но и пророчество обличительное Как вот здесь, например Слушайте, это дом Якова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина Клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева Хотя не поистине и не по правде Обращается пророк от имени Божьего, обращается к пленникам вавилонским И он называет их домом Иакова, Израилем И говорит, что они произошли от источника Иудина Иудейское царство, названное так по царскому колену, по колену Иудину Собственно, они и оказались тогда в плену, когда войска Новуходоносора Отвели их в Вавилонию Кроме колена Иудина, там было еще колено Левия и колено Беньямина Вот Леви, Игуда и Беньямин составляли вот это южное трехколенное, не двухколенное царство Было еще колено Симеона, но оно давно растворилось в колене Иудина Шимон давно оказался растворенным в колене Игуды И называют их от источника Иудина Потому что главное колено Южного царства И вот его потомки, потомки Иуды, одного из патриархов израильского народа Оказались в вавилонском плену Они исповедуют Бога Израилева Они клянутся именем, священным именем Господа Но, к сожалению, они делают так это не всегда по истине и по правде Иногда они ложно клянутся и неправильно исповедуют Пророк не объясняет как Но, видимо, тем, кто его слушал, его слушателям было ясно, о чем идет речь И они понимали, в чем их грех Ну, дальше во втором стихе говорится Ибо они называют себя происходящими от святого города И опираются на Бога Израилева Господь Саваоф, имя Ему Святой город это Иерусалим Иерушалаем Он называется и в Новом Завете святым городом Когда Матфей, например, повествует о том Что по воскресении Христова многие из мертвых воскресли И явились живым Он говорит, что произошло это во Святом Граде Святой город По-арабски Иерусалим так и называется Например, Аль-Куц Куц это кадош на иврите, на арабском Куц Святой, святой город Аль это артикль Вот называют они себя так, хвастаются как бы Тем, что они из святого города И что вроде бы опираются на Бога Израилева Чье имя Господь Целоот, Господь воинств Прежнее я задолго объявлял Дальше звучит вот этот упрек в адрес Израиля Упрек со стороны Бога И подробнейшим образом объясняется В чем Господь упрекает Израиль Упрекает он пленников, находящихся в Вавилонии В том, что они не верят Не верят пророку и не верят в близкое освобождение Но не все, видимо, верили, что скоро, совсем скоро Будут освобождены и окажутся вновь на своей родной земле Но Господь все это предсказал Предсказал через своего пророка Через многих пророков И говорится, прежнее я Прямая речь Господа Я задолго объявил Объявлял из уст моих исходило оно Я возвещал это И внезапно делал И все сбывалось Если Господь что-то предвозвещает То оно сбывается Предвозвещает же Господь это Через пророков своих Я знал, что ты упорен Здесь вот часто в единственном числе Израиль Как народ Коллективное я Коллективное ты Здесь вот А Господь обращается Как бы к нему к одному Но речь идет о народе О многих людях Я знал, что ты упорен И что в шее твоей жилы Железно и лоб твой медный Жестоковыйный народ Мы помним, читая книгу исход Книгу чисел Как народ проявлял это упорство Это сопротивление Это жестоковыйность Нежелание подчиняться Божественной воле Подчинение Божественной воле Его закону Это и есть свобода для человека Но люди это не сразу понимают Иногда наученные горьким опытом Только и становятся готовыми И способными подчиняться Божественному диктату Поэтому и объявлял тебе задолго Прежде нежели это приходило И предъявлял тебе Чтобы ты не сказал Идол мой сделал это И истукан мой И извоянный мой Повелел этому быть Израиль грешил Идолопоклонством Кумиротворчеством Находясь в своей земле До плена Поэтому, собственно говоря, Господь и Навел это вавилонское полчище Чтобы наказать И чтобы навсегда в плену В этом Израильтяне, осознав Величайший грех Грех идолопоклонства Отказались от него И Исторгли из своей среды Всякого идола И всякого идолопоклонника Так вот Все, что происходит С народом Божьим Происходит не по воле Идолов и истуканов А по воле Господней И он Господь Предсказывает Предвозвещает Предъявляет Объявляет свою волю заранее Ты слышал Посмотри на все это И неужели вы Не признаете этого А ныне Я возвещаю тебе Новое и сокровенное И ты не знал этого Все, что происходило Раньше С народом Израильским Было предварительно Предвозвещено Богом Заранее Господь Предвозвещал Что то-то и то-то Произойдет И так оно и происходило Вот А теперь произойдет Нечто новое Новое Словно новый исход Совершится освобождение Израиля Из рабства Вавилонского Из плена Из изгнания Вернутся Рассеянные сыны Якова Сыны Израиля И это все Не идолы Не истуканы Предвозвещают Это предвозвещает Сам Господь Бог Израилев Господь Саваоф Возвещает Это новое Что произойдет Сокровенное Оно произошло Внезапно Царь Кореш Кир Он издал Эдикт В 538 году До Рождества Христова И по условиям Эдикта Был такой указ Эдикт Израильтяне Возвратились Потомки Иудины Это источник Иудина Оставшийся Возвратились В книгах Ездры И Нехемии Оно произошло Ныне Для Господа Нет ведь Вчерашнего Будущего Дня Для Него Все сегодня Он над временем Он вне времени И поэтому Все что еще Произойдет Для Господа Оно уже произошло Оно произошло Ныне А не задолго И не за день И ты не слыхал О том Чтобы ты не сказал Вот я знал это Господь объявляет Нечто новое Вот это новое Этот Новый исход Это новое Обретение Потерянной земли Возвращение В святой город Это все происходит Теперь на глазах У Современников Пророка Который пророчествует Там в плену В изгнании На их глазах Ты не слыхал И не знал об этом И ухо твое Не было прежде открыто Ибо я знал Что ты поступишь Вероломно И от самого Чрева Ты прозван Отступником Очень суровое Обличение Прозван Запинателем Был Яков А вот здесь Он называется Даже отступником Господь Все предвидел И отступление Якова предвидел И его Богоборчество И его Двойной Как бы Образ Вот этот Который изображает Нам книга Бытия И потом Дальнейшее повествование Противление Когда народ Рождался Из этого Чрева Египетского Когда Был рассечено Богом Красное море И по суше Прошли среди моря Израильтяне И родился этот народ Народ этот Долго и долго Роптал на Бога Сопротивлялся Часто оказывал Богу Неповиновение Как описывается В книге Исход И в книге Чисел И вот теперь Не все Пленники Готовы Принять Божественную Волю Божественную Весть Открываемую Через Пророков Кстати Из истории Известно Что Некоторые Иудеи Предпочли Остаться В Вавилоне И не возвращаться Не возвращаться В святую Землю К сожалению Там они Растворились Ассимилировались И перестали быть Избранным Народом Но остаток Все-таки Вернулся К счастью Ради имени Моего Отлагал Гнев Мой И ради Славы Моей Удерживал Себя От истребления Тебя Сколько раз Господь Удерживался От истребления Израиля И во время Странствования По пустыне И во время Пребывания На святой Земле Земле Обетованной И вот здесь Плену Не до конца Не до конца Истреблены Были не до конца Ассимилировались Израильтяне Остаток Спасся Тема остатка Очень важная тема Вообще В книге Исаии И других пророков Дальше Метафора Вот этого Плавильного котла В следующем стихе В десятом В котором Народ выплавляется И очищается От ненужных Примесей Самая Неприятная Примесь Это конечно же Идолопоклонство Вот я расплавил тебя Но не как серебро Испытал тебя В горниле страдания Страдания Плен Изгнание Меч Все это пришло Для испытания Говорит Господь Наказать Это значит Научить Это значит Испытать В горниле страдания Ради себя Ради себя Самого Делаю это Ибо какое Было бы Нарекание Дальше курсивом На имя мое Славы мое Не дам Иному Повторяется Та же самая мысль Звучавшая раньше Слава мое Не дам Истуканам Слава только Господу Слава Богу Вот что должно Быть лозунгом Всех верующих Не слава КПСС Не слава Кому бы то ни было Чему бы то ни было А слава Богу На имя мое Здесь набрано Курсивом В синодальном переводе Потому что В еврейском тексте Этого нет Там просто нарекания И дальше Славы мое Не дам Иному То что взято Курсивом Здесь Присутствует Однако В греческом переводе Семидесяти В септуагенте Послушай меня Иаков И Израиль Призванный мой Иаков и Израиль Это одно и то же Я тот же Я первый И я последний Альфа и Омега Господь первый И Господь последний Все что происходит Происходит по его Божественной воле От начала И до конца И все что происходит С Израилем И все что происходит С другими народами И вообще все Совершающиеся во вселенной Он Суверен В его руке Вся власть Дальше об этом Так и говорится Моя рука основала Землю И моя десница Распростерла небеса Призову их И они предстанут Вместе Небо и земля Вся природа Свидетельствовать Будут На божественном суде Против преступлений Которые совершил Израиль И будут Также свидетельствовать Они о той славе Которую Господь Являет Через спасение Избавление И освобождение Своего народа Соберитесь все И слушайте Кто между ними Предсказал это Между этими Истуканами Вавилонскими Идолами Кто предсказал Может быть Мордук Может быть Иштар Нет конечно Господь предсказывает Через своих пророков И его Предсказание Истинно Риторический вопрос Кто предсказал это Господь конечно Господь возлюбил его И он Исполнит Волю его Над Вавилоном И явит мышцу Его над Халдеями О ком идет речь Одно из двух Или Израиль Или Кир Кир второй Освободитель Кореш Так точнее Звучит его имя В Танахе Персидский царь Но Похоже что Именно о нем Идет речь Не об Израиле Здесь Что Господь Его призвал Я Я сказал И призвал его Я привел его И путь его Будет благоуспешен Наверное Сам то Кореш Об этом И не догадывался Да и другие народы Да и летописцы Персидские И греческие Не предполагали Что Бог Израиля Призвал Вот этого самого Кира Персидского Который одолел Вавилонян Захватил Вавилон Покончил С вавилонянами И Воцарился На просторах Передней Азии На долгие Долгие времена На всю Персидскую эпоху Он и его потомки До самого Завоевания этих мест Александром Великим Греком Македонским Это все сделал Господь Вот здесь и говорится Что Он Господь призвал И так же и в наше время И вообще в истории Человеческой Кто бы ни был На престоле Самых могущественных Царств Империй Не без воли Божьей Это совершается Иногда в наказании За грехи наши А иногда Как Как Божье благословение Когда Через того или иного Правителя Народ Божий Получает облегчение Освобождение И укрепление Ну а когда Злой правитель Значит Господь попускает Это для наказания Божьего народа Для его Воспитания Или как здесь сказано Было выше Испытание Я испытал тебя В горниле страдания Церковь Движется в истории Из века в век До второго Пришествия Христа И часто Оказывается В таком Горниле Испытаний Так было Светхозаветной Церковью С иудеями Так снова Заветной Церковью Со всеми Призванными К спасению Из всех народов И Воссоединившиеся С народом Божьим С Израилем И составившие Вместе с ним Единый Божий народ Приступите ко мне Продолжается Прямая речь Бога Слушайте это Я сначала Я и сначала Говорил не тайно С того времени Как это происходит Я был там И ныне Послал меня Господь Бог И дух Его Вот Как интерпретировать Этот стих Шестнадцатый Это как бы Пророк Влагает Эти слова В уста Кора Кореша Кира Или Это пророк Говорит о себе Или это Прямая речь Израильского народа Интерпретация Непонятно Но В контексте Следующих слов Может быть Предполагают Например Комментаторы Иерусалимской Библии Библии Предполагают Что возможно Пророк Может здесь Говорить о себе Уже Не о кореша О себе Так говорит Господь Искупитель Твой Святой Израилев Я Господь Бог Твой Научающий Тебя Полезному Ведущий Тебя По этому пути По которому Должна тебе Идти Это и путь Исхода Из Вавилонского Плена Путь Через Сирийскую степь Сирийскую пустыню Которые Холмы Которые Понизятся Долины Наполнятся Источники Возникнут В этой степи Чтоб народ Божий Шел Ни в чем Не испытывая Трудностей И нужды Но это И путь В Духовном Смысле В переносном Смысле Путь Дорога Это вообще Метафора Жизни Человека Как часто Говорится О путях Погибельных И о пути Спасения В Священном Писании В поэтических Текстах Псалмах И Во многих частях Священного Писания Говорится О пути Которому человек Должен идти Которому человек Должен следовать Это путь Божий Который указан Богом Указан Пороками Божьими По которому Должна тебе идти Каждый читатель Этих слов Должен идти По тому пути Который указал Господь Он Он Если бы ты Внимал Заповедям Моим Вновь звучит Упрек В адрес Израильского Народа Израиль не Внимает Заповедям Господним Поэтому Оказывается Заблудившимся Сбившимся С пути Господня И оказывается Даже вообще Вышвырнутым Из обетованной Земли И Пребывает В рассеянии В горниле Испытаний Тогда мир твой Был бы Как река Если бы Внимал Заповедям Хранил бы Эти заповеди Мир твой Был бы Как река И правда твоя Как волны Морские Мир и правда Мир и правда Это Пара Пара Понятий Которые Часто встречаются В Священном Писании Вместе Идут рука Об руку Мир и правда Шалом В Цдака Правда Правосудие Справедливость Можно так перевести Волны морские Река Сравнивается Вот то Чем мог бы Обладать Израиль Если бы Хранил Заповеди Господни И семя твое Было бы Как песок То что Господь Обещал Авраму Посмотри На песок Можешь ли ты Сосчитать его Посмотри На звезды небесные Можешь ли ты Их Сосчитать Таким же Будет Многочисленным Твое потомство Вот Потомство Это резко Было сокращено Сначала В плену Во времена Ассирийцев Когда Десятиколенное Царство Северное Было рассеяно По Всей Передней Азии Потом Вот вавилоняне Взяли в плен Увели Знать Иудейского народа Ремесленников Высший класс И тоже рассеяли И долгий Тоже был плен Остался лишь Остаток Остаток Спасенных Переживших Это изгнание И Семя Было уже Не таким Многочисленным Потомки Были Не столь Многочисленными Какими Могли бы быть Если бы народ Хранил заповеди Не занимался Долопоклонством И не чтил Других богов А слушался Бога И хранил Его заповеди Совсем Другим Была бы Численность Божьего народа Было бы Как сказано В псалмах Люди размножатся Как трава На земле Не изгладилось бы Не истребилось бы Имя его Предо мною Имя Израиля Видимо имеется ввиду Хотя здесь не твое Как в начале стиха А его Ну часто Лицо Меняется И число Меняется Может быть даже В одном предложении Меняться Выходите из Вавилона Двадцатый стих С двадцатого стиха И до конца главы Здесь можно выделить В отдельное Пророчество Пророчество Призыв Призыв пророка К своим современникам К пленникам Находящимся в Вавилоне Выйти из Вавилона Бежать от халдеев Бегите от халдеев Согласом радости Возвещайте И проповедуйте это Распространяйте Эту весть До пределов земли Говорите Господь искупил Раба своего Иакова Израиль Это раб Божий Мы уже слышали Одну песнь Раба Господня Услышим еще три Ближайшая Вторая песнь будет В следующей 49 главе Четыре песни Раба Господня И вот Должен раб Господень Израильский народ Говорить так Господь Искупил Раба своего Господь называется Искупителем Гоэль Тот который Выкупает из рабства Выкупает из плена И вот Господь Бог Израиля Раба своего Искупает Быть рабом Господнем Это высшее звание Для человека Рабство У Бога Это и есть Свобода Вот такой парадокс И Чтобы научиться Этому Порой приходится Претерпеть Много трудностей Испытаний И Испить горькую чашу Пленовос В том числе Как говорит история И говорят книги пророков И не жаждут они В пустынях Через которые Он ведет их Он источает им Воду из камня Рассекает скалу И льются воды Как тогда Во время первого исхода Господь напоил Чудесным образом Весь свой народ Жезл Моисеев Иссек Из камня Из скалы Воду И все напились Потекли источники Так и здесь Во время второго исхода Во время возвращения Из вавилонского плена Источники вод Не иссякнут Наоборот Образуются И будут источать воду Чтобы народ Не умер от жажды Во время этого Долгого перехода Кроме того Вода Это божественное учение Это божественный закон Это заповеди Божьи Которые Напояют человека Делают его Не прахом Возметаемым ветром Не мекиной какой-то А деревом Посаженому источников Вот Лист которого не вянет И плод приносит Это дерево Во время свое Как говорит Об этом поэтический Автор первого псалма Нечестивым же Нет мира Говорит Господь Если мир Великий У благочестивых Как сказано Мир И правда Процветают Облабызаются Скажет Псалмопевец Вот Нечестивым же Нет мира Говорит Господь У них нет мира У них Война Их ждет Нечестивцев Это и нечестивые Язычники Идолопоклонники И израильтяне Иудеи Если они им Уподобляются Если мы Уподобляемся Этому миру Верующие То тогда Мы Становимся Нечестивыми Потому что Мир в котором Мы живем Он лежит возле Будем же Уподобляться Праведникам Будем жить По заповедям Господним Будем стремиться К благочестию Запись делается Для библейского портала Экзегет